Ну что, всем привет еще раз. Меня зовут Макс Хигер. Сегодня глубокая трансляция по поводу вопроса, вокруг которого постоянно ломают себе голову люди. О, вот я живу, господи, в чем же смысл моей жизни? Зачем это все? Зачем это все происходит? Давайте с вами разбираться. Интересно? Тема. Зачем же мы живем? Ну, я предлагаю начать разбираться вообще с прояснения слов. Давайте разберемся сначала со словом смысл. Что такое смысл? Мы задаемся вопросом, в чем смысл жизни? Что такое смысл? Как вы думаете, что есть смысл? Когда мы говорим слово смысл, мы на что указываем? Что имеется в виду? Каково значение слова смысл? Если уж мы интересуемся смыслом жизни, нам, наверное, надо разобраться, что такое жизнь и что такое смысл. Кто-то из вас знает, что такое смысл? Ну, хорошо, я понял. Давайте разбираться. Сразу полезем в словарик и будем разбираться. Есть два значения. У слова смысл в словаре есть два значения. Первое значения — внутреннее содержание, постигаемое разумом. И второе содержание — цель, разумное основание. Вот у нас есть два значения этого слова. Внутреннее содержание. Давайте я сейчас с вами хочу остановиться именно на вот этом первом значении слова смысл. Внутреннее содержание — значение чего-то, постигаемое разумом. Вот смысл вашей жизни с точки зрения внутреннего содержания. Давайте смысл жизни рассмотрим человека с точки зрения внутреннего содержания. А что есть внутреннее содержание формы человека? Что есть внутреннее содержание формы, которое называет себя человеком? Как вы считаете? То есть, если вы, например, как тело, да, как тело и как разум, постоянно наполнены каким-то мышлением, да, то есть у вас вот какие-то мысли, и вы что-то чувствуете этим телом, является ли это содержанием? То есть вот мысли и какие-то вещи, которые происходят в окружающей вас реальности. Является ли это внутренним содержанием? То есть является ли внутренним содержанием вас как человека то, что вы думаете, и то, что происходит вокруг вас, то, что вы видите, воспринимаете, чувствуете? Может быть, большинство людей не находят смысла в своём существовании, потому что они всё время думают, потому что они всё время пытаются в жизни двигаться и что-то там искать, да, то есть некий смысл ищется в мыслях, да, и во внешней реальности. Может, в этом весь нюанс, что человек пытается обрести смысл жизни в своём мышлении и в своём материальном существовании. Может, и в этом вся проблема в том, что человек всё время пытается обрести смысл в том, что изменчиво, то есть мысли, они приходят и уходят, да, и какие-то обстоятельства окружающей нас реальности тоже приходят и уходят. И мы пытаемся всё время обрести какой-то базовый смысл своего существования в том, что постоянно меняется, да, то есть мы пытаемся обрести в мысли или пытаемся обрести смысл в каких-то обстоятельствах жизни. Так вот, те люди, которые ищут свой смысл существования именно в мышлении и в каких-то обстоятельствах жизни, они всё время его не находят. Или они находят его на какое-то время и потом опять теряют. Вы замечали такую вещь за собой? Что если вы, например, даже начнёте искать смысл в какой-то цели, а что есть цель? Цель — это мысль. То есть мы что-то можем предполагать. Цель — это точка B, которую мы предполагаем, в которую мы придём, ну и там типа что-то начнётся. В точке А что есть эта точка B? То есть с точки зрения настоящего момента и точки А что есть точка B? Это просто некая мысль, некое предположение о том, что мы куда-то придём и вот там что-то начнётся. То есть если мы связываем смысл жизни с точками B, если мы связываем смысл жизни с постоянно меняющимися обстоятельствами, то у нас что? У нас нет смысла жизни. То есть у нас этот смысл жизни постоянно будет меняться, да? То есть у нас будут точки B меняться, обстоятельства жизни тоже постоянно меняются. Поэтому вывод какой? Ну я лично для себя давно его сделал. Что смысла жизни, выраженного в мысли и в форме, искать смысла нет. Вот этого смысла искать нет. Мы его там не можем найти. Потому что сколько бы мы его не искали, мы его находим только на какой-то период времени. То есть вот на какой-то период времени мы можем там обрести смысл жизни, например, в любимом человеке. Но проходит время и что-то уже как-то смысл этот теряется через какое-то время. Мы можем обрести смысл жизни в какой-то цели. Но проходит какое-то время, мы достигаем эту цель и что дальше? Ну как-то вот теряется смысл жизни, да? Ну достиг я эту цель, да? Так вот в этом-то и дело, что нужно фундаментально ответить на этот вопрос. В чём смысл жизни? А для того, чтобы на него ответить, нужно понять, что есть содержание, что есть жизнь по сути. Таким образом, пока мы не найдём источник жизни внутри себя и не укоренимся там, и не поймём, что есть жизнь по своему содержанию, то есть пока мы не обретём ясное понимание и осознание, кто мы по своему содержанию, мы никогда не ответим на этот вопрос. В чём смысл жизни? Мы будем бесконечно искать внешние ответы какие-то, да? То есть в виде каких-то внешних смыслов, то есть внешних целей, в каких-то внешних обстоятельствах. И мы будем постоянно его вроде бы находить и потом терять. Находить и терять. Находить и терять. А как же обрести такой смысл жизни, который невозможно потерять? Это возможно тоже сделать, но для этого вам придётся ответить на самый главный вопрос. фундаментальный вопрос. Кто я такой? Кто я такой? Что есть жизнь по своей сути? Что я здесь делаю? И что я в своём ядре? Кто я такой в своём ядре? Кто осознаёт? Кто воспринимает? Кто переживает этот опыт? Кто рождает эти ментальные смыслы? Кто их потом достигает? То есть кто придумывает эти смыслы? Понимаете? Здесь такой момент, что внешние смыслы мы сами их придумываем. Или жизнь нам подкидывает какие-то смыслы. И они всё время меняются. И ни в одном этом смысле мы не найдём удовлетворение окончательно. Никогда. Понимаете? Потому что это как игра. То есть внешняя жизнь – это игра. Мы можем устанавливать какие-то цели, достигать их. Но когда мы достигнем эту цель, мы не можем обрести смысл в этом. То есть смысл в пути. Смысл игры в игре. Цели, препятствия нам помогают играть. Но смысл самой игры в том, что игра происходит. Вот это первая вещь, которую вы должны понять. Что не нужно искать какой-то конкретный ментальный смысл. Не нужно искать смысл в будущем. Смысл жизни, как я это вижу, заключается в том, что мы живём здесь и сейчас. То есть жизнь происходит сейчас. Это самое главное. С нами происходит некий опыт. Это первое, что нужно понять. Что смысл жизни заключается в самой жизни, в самом опыте. Цели, препятствия, вот эти все вещи – это просто вспомогательные инструменты. Но даже если вы поймёте это, что смысл жизни заключается в самой жизни, вы никогда не удовлетворитесь этим, пока вы не поймёте, кто проживает этот опыт. Кто есть сама жизнь. Кто проживает то, что происходит здесь сейчас. Поэтому пока вы не ответите сами себе на этот вопрос, а это не ментальный ответ. То есть это невозможно себе придумать какую-то новую концепцию себя. Невозможно это пережить даже как опыт. Опыт – это что-то внешнее. Это что-то глубже, чем просто опыт. Это что-то глубже, чем какие-то концепции, какие-то идеи. Это переживание себя в моменте. Понимание, кто вы, осознание. Осознание, кто вы есть в своём ядре. Поэтому, когда человек, когда человек, в конце концов, обнаруживает сам себя, как источник жизни, то что с ним происходит? Что происходит, когда человек осознаёт, кто он в своём ядре? У этого человека прекращаются всякие вопросы по поводу смысла жизни. Навсегда. Навсегда прекращаются. То есть в этой жизни, во всяком случае, он больше такими вопросами не страдает. Потому что он знает сам себя. Он знает, кто он. Поэтому он также и понимает, что все внешние смыслы им же и придумываются. То есть в твоей жизни может быть какой угодно смысл. Ты можешь заполнить своё пространство и свою жизнь какой угодно смысловой нагрузкой. Потому что это просто игра. Ты можешь придумывать эти игры, играть в них, понимая, что ты есть игрок. Ты есть источник. Пока ты не поймёшь, что ты есть источник, все остальные смыслы тебя абсолютно не удовлетворят. Они могут тебя удовлетворить на какое-то время только. Вот и всё. Поэтому и говорится, что духовное пробуждение, просветление — это завершение всех беспокойств, всех поисков смысла жизни, всех внешних ответов, попытки найти удовлетворение только в чём-то внешнем. Потому что эти все вещи вовне, они приходят и уходят, цели приходят и уходят, достигаются, потом перестают быть интересными. Игры начинаются, завершаются. Цикл действия начинается, продолжается, завершается. В чём угодно. И если вы, например, связываете смысл жизни только с начинанием, или только с продолжением, или только с завершением, то вы будете, ну, не видеть смысла во всём остальном, да? А смысл заключается во всём. И в начинании, и в продолжении, и в завершении. Понимаете? Смысл жизни в том, что происходят все эти изменения, они осознаются, и вы получаете этот опыт. Это и есть смысл жизни. Когда человек утрачивает смысл жизни, когда он утрачивает, когда он совершенно отрывается сам от себя, как от источника, когда он теряется в этих всех внешних идеях, целях, смыслах каких-то, придуманных им самим, или кем-то для него придуманных, он полностью уходит вот в эти все внешние моменты и теряет себя, как главный смысл происходящего, как измерение, которое осознаёт, наблюдает, воспринимает всё, что происходит. То есть вот этот источник внутренний, он полностью словно игнорируется и переносится куда-то вовне и отождествляется с этими внешними вещами. То есть вот пока вы отождествляете себя со всем, что происходит вокруг, то бесконечно будут какие-то потери смысла, какие-то проблемы, какие-то неудовлетворения. Только вы откроете сами себя, как источник восприятия, как источник жизни, всё. Вся жизнь наполнена вами, наполнена осознанием, наполнена радостью, наполнена наслаждением этим опытом. Всё. И любые смыслы вы сами придумываете. Что вам интересно, во что играть, в то и играйте. Поэтому не ищите смысла в будущем, там вы его не найдёте. Не ищите смысла в чём-то конкретном. Оно изменится. Ищите, что не меняется. Что в вашей жизни, очевидно, не меняется никогда. Даже во сне. Что не меняется во сне? Во сне не меняется то, что кто-то эти сны продолжает воспринимать. Кто-то продолжает кайфовать и от снов. Кто он? Вот этот главный вопрос, на который и стоит искать ответ. Потому что как только вы найдёте ответ на этот вопрос, а это не мыслительный ответ, это даже не опыт, это просто как понимание, это просто как осознание. Вот ближайшее слово — осознание того, кто осознаёт. Осознание осознающего. Когда вы осознаете, кто осознаёт? Всё. На этом круг замыкается, как бы, да, происходит взрыв, как бы, ну такой внутренний, да, как бы, полная самореализация. Вся внешняя реализация — это просто продолжение этого внутреннего источника. Так что не ищите смыслы во внешней реальности. Вы их там можете находить, они там есть, без всяких сомнений, да. Заработать деньги — тоже смысл, понимаете. Построить отношения — тоже смысл. Создать интересную игру какую-то, играть в неё — это тоже смысл жизни, да. Иногда отдыхать столько, сколько тебе нужно, чтобы отдохнуть — это тоже смысл. Понимаете, всё это тоже смыслы жизни. Но если вы какому-то из этих смыслов придадите главное значение, то есть вы словно зафиксируетесь, вот в этом смысле, например, только зарабатывать деньги, всё, у вас начнёт провал происходить там по остальным сферам жизни, вы зациклитесь на чём-то одном, ну это цель, вот, например, цель — это же мысль, да, можно зациклиться на этой мысли. Я хочу заработать много денег. Если вы зациклитесь на этой мысли, то вы словно отождествляетесь с ней, вы словно начинаете быть ослеплены в отношении всех остальных смыслов жизни. А у жизни огромное количество других смыслов. Это и отношения, и отдых, и, возможно, иногда путешествия, да, возможно, какие-то совершенно другие смыслы, они могут появляться. Но если вы зациклены на чём-то одном, вы словно ослеплены и не видите всех остальных грани жизни, понимаете? Тот, кто знает себя, тот, кто открыл себя как источник, он не отождествляется, понимаете, с внешним. То есть он во всё играет, он может ставить цели, он может иметь этот опыт, но он ни в чём не застревает. Вот, понимаете, такая жизнь, где ты ни в чём не застреваешь и не видишь ни в чём проблемы никогда. Для тебя больше ничто не является проблемой. Даже если сейчас нет денег, это не является проблемой. Даже если у тебя сейчас нет отношений, это не является проблемой. Почему? Потому что это всего лишь один аспект, а у жизни огромное количество других аспектов. Даже если у тебя сейчас нет денег, ты можешь найти смысл, найти удовлетворение в огромном количестве других грани жизни. Макс, скажи, пожалуйста, ты читал дианетику, изучал? Да, я читал дианетику, изучал и практиковал. Я тебе уже, по-моему, об этом говорил. Неоднократно. Поэтому странно, что ты мне задаёшь этот вопрос. Понимаешь? То есть, вот смотрите. Вот я сегодня проснулся, например. Сегодня я проснулся. И вы знаете, у меня очень интересное такое было состояние, что я сегодня чувствую аспект отдыха. Вот прямо сегодня я просыпаюсь, и у меня такое состояние внутреннего тонкого блаженства. Понимаете? Вот мне просто хорошо от того, что я живу так, как живётся. Да? То есть, у меня такое удовлетворение сегодня просто от того, как, естественно, постепенно развивается мой день, и вот как всё идёт. Хотя вчера было совершенно другое. Вчера было какое-то более боевое настроение. То есть, вчера я получал смысл от боевого настроения, а сегодня у меня совершенно другое настроение, более спокойное. Так где смысл, где правильная жизнь? Вчера или правильная жизнь сегодня? Вот кто-то из вас может задаваться таким вопросом. Например, видеть какой-то пример человека, который каждый день там ставит цели, достигает его, прёт его. Он проявляется сейчас вот в таком аспекте. Ему по кайфу так сейчас. Но вы можете смотреть на это и сделать такой вывод, что смысл жизни в том, как живёт этот человек. Но для себя вы совершенно можете это по-другому переживать. То есть, в вашей ситуации, в вашей конкретной игре, в ваших обстоятельствах вы можете видеть смысл совершенно в других вещах. Вы можете иметь совершенно другие ценности. На сегодняшний день. Понимаете, вот у меня нету фиксированных ценностей. То есть, на сегодня они такие, завтра они могут быть другие. Понимаете, вот. Это признак уже того, что вы приближаетесь сами к себе. Что вы идёте так, как вам хорошо идти, то есть, так, как вам счастливо, гармонично идти сейчас. Что это может быть? Никто заранее не знает. То есть, сегодня может быть такой день, завтра может быть совершенно другой день. Сегодня может быть день отдыха, завтра может быть день достижений, каких-то побед. Послезавтра может быть день общения. Через три дня может быть день семьи. Вы берёте семью, идёте в какой-то торговый центр, смотрите кино вместе. Понимаете? То есть, смысл не заключается в чём-то одном. Смысл жизни, он создаётся вами. И он как-то переживается вами, как-то интуитивно внутри. Понимаете? Поэтому не ищите ментальный смысл жизни, какой-то конкретный, какую-то формулу для себя. Понимаете? Не ищите эту формулу. Она обязательно вас будет подводить. В какие-то дни она не будет работать просто. Поэтому нужно идти от себя. Понимаете? От собственного центра. От собственного интуитивного переживания. От реального расклада ситуации. От тех задач, которые стоят в жизни. Понимаете? Да, можно задать вопрос мне. Поэтому не придумывайте себе какой-то один фиксированный смысл на всю жизнь. Не придумывайте. Это работает не так. Смыслы придумываются постоянно. И нельзя сказать, что какой-то смысл для вас неправильный. Как противостоять агрессии? Быть устойчивым, осознанным. Нету действия. Понимаешь? Как противостоять какой-то энергии, которая на тебя движется? Нету действия. Не надо ничего с этим делать. Понимаешь? Вот в этом главная сложность для тебя. Нужна устойчивость. Что есть устойчивость? Присутствие. Присутствие, позволение. Например, на тебя кто-то кричит. А ты просто... Вот у тебя поднимаются какие-то реакции. Возникают какие-то ответные мысли. А ты не пытаешься вовлечься в это. И не пытаешься побыстрее ответить. Понимаешь? Либо какая-то действительно возникает такая ситуация, что очевидно, к тебе проявляется неуважение. Очевидно, на тебя пытаются напасть и подавить тебя. Тогда в твоей природе включается защита какая-то. То есть попытка уладить это. Но в каждой отдельной ситуации нужно разумно рассмотреть, что здесь. Понимаешь? Кто это? Что конкретно в отдельной ситуации действовать? А ты... Ты пытаешься найти какую-то универсальную формулу. Ответ на все случаи. В тебе начинается стресс. Ну и отлично. Просто находись в этом стрессе. Для начала будь устойчив. Понимаешь? То есть что имеет смысл для начала тренировать? Осознанность. Устойчивость. Проактивность. Не реактивность, а проактивную позицию. Потом в этой устойчивости, в этой осознанности, когда она в тебе прокачана, появляется видение наиболее разумного решения той или иной ситуации. Когда ты весь в эмоциях, когда они бушуют и тебя захватывают, ты не можешь разумно действовать. Ты не видишь ситуации. Ты ослеплен эмоциями, негативными мыслями. Понимаешь? То есть ты уже видишь не ситуацию, ты словно у тебя налиты глаза уже какой-то агрессии ответной. И тебя просто это все заполоняет внутри. И все. И в тебе словно нет центра. Ты есть эти эмоции в ответ. Ты есть эти мысли твои привычные, как ты привык на агрессию думать. Понимаешь? В тебе нет тебя больше. Ты просто робот, который реагирует на то, что происходит. Вот это реактивное состояние нужно постепенно растворить в твоей подлинной природе, в осознанности. Я сто раз вам всем повторяю одно и то же. Тренируйте осознанность. Начинается день, не спеши идти в день. Садись, сиди и потихонечку начинай прокачивать эту способность. Я сколько раз уже говорил об этом. Ты этим занимаешься? Ты сидишь утром? Ты тренируешь в себе эту устойчивость? Ты тренируешь это в жизни? Когда кто-то начинает что-то делать, ты включаешь вот это осознанное наблюдение? Там есть это вообще в твоей жизни? Это пространство осознавания, что происходит здесь сейчас? Вот судя по твоим вопросам, нету его, понимаешь? Ты пытаешься найти опять какую-то формулу, какую-то схему, как тебе действовать в той или иной ситуации. Услышь меня, ты схемы не найдешь, схемы не существует. Потому что каждая отдельная ситуация требует своего какого-то улаживания. Чтобы увидеть, как уладить эту ситуацию, нужно иметь чистый, ясный разум. Во всяком случае, устойчивый разум на то, что происходит. Какие-то ситуации не надо вообще сразу улаживать. На тебя происходит какая-то агрессия, тебе нужно это конфронтировать. Конфронтировать, быть устойчивым, осознавать. Взять этот удар на себя, возможно, отойти в сторону. Побыть с этим всем, переварить это всё. И когда это спадёт, возможно, вернуться в эту ситуацию и поговорить. Понимаешь? Поговорить в новую единицу времени, поговорить с этим человеком и уладить это. Вы же в своём большинстве, когда на вас агрессия, вы начинаете вступать в борьбу, вот в эту ответную агрессию, око за око. Ах, ты такой козёл, да ты сама дура, там и так далее. Понимаете? Вот, вот что у вас происходит. И вы только накручиваете и усугубляете, заряд там усиливается в этих отношениях. Агрессия порождает ответную агрессию, которая порождает ответную агрессию. Агрессия накручивается, гнев накручивается, всё только разрушается. Это разрушение. Проактивность — это из психологии. Это и есть в психологии такой термин. Реактивность и проактивность. Нужно тренировать в себе проактивную позицию, осознанность. Ну хорошо, мы отошли от основного смысла нашей трансляции. А смысл нашей трансляции был о смысле жизни. А смысл жизни в том, чтобы жить. И чтобы эта жизнь была гармоничной, сбалансированной, чтобы хотелось жить её. Понимаете? А пока вы забиты всеми этими ложными смыслами, ну они не то чтобы ложные, они просто, возможно, не подходят для вашей конкретной ситуации. То есть вы набрались каких-то внешних смыслов из жизни у кого-то, сделали их своими, и хотите проживать какой-то смысл, который словно не подходит сейчас к вашей ситуации. Нужно смотреть на реальную вашу жизнь, и смотреть, что для вас является сейчас смыслом. И тот смысл, который вы сами хотите вкладывать и придумывать сейчас. Понимаете? Нету никакого одного универсального общего смысла для всех людей. Ну, единственное, что нашёл Хаббард, да, как основной вектор, это не смысл жизни, а основной универсальный множитель и вектор для всех живых форм, это выживание. Да? Каждая живая форма хочет выживать, и она стремится к повышению уровня своего выживания. Вот было найдено общий знаменатель, как бы для всех форм. Но это скорее имеет отношение к телу, да, это смысл тела, но не смысл духовного существа. Смысл жизни духовного существа — это игра. Играть, интересно жить, жить интересно, стремиться к тому, чтобы гармонично жить, полезно жить для себя, для других, да. Но как это, заранее неизвестно. В каждый отдельный день выясняется это. Можно какой-то иметь смысл примерный, да, там, примерно представлять, там, куда ты движешься. Это можно иметь, без проблем. Но словно, если ты слишком поверишь в это и залипнешь, то в какой-то момент, придерживаясь этой ментальной концепции, ты потеряешь тот новый смысл, который тебе открывает жизнь, и который из тебя рождается спонтанно, да. То есть из твоей души может родиться какой-то новый смысл. Поэтому очень важно быть всё более и более чувствительным, всё более укоренённым и осознанным в себе. То есть стремящимся к познанию себя. Когда вы познаете сами себя, как источник жизни, тогда всё это само встанет на места и станет всё понятно. То есть вы перестанете залипать в каких-то приобретённых, чужих смыслах и начнёте жить в том смысле, который рождается из вашей души, из вашего сердца. А какой этот смысл, блин, ну, какой угодно может быть. Ладно, на этом всё. Спасибо, что были. Приходите ещё. Продолжение следует...